Как слышно Тамара Эдуардовна как всегда рад Вас видеть Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok и проведением еще испытательных работ, именно комплекса, связанных с освоением и с запуском новой техники. Вот, тут почему так фонит, но здесь я ничего не могу сказать. Друзья, сегодня с техникой, я с четвертого раза только вошел в комнату, уже три раза меня выкидывало, поэтому, друзья, давайте к нашему брату интернету, к тому, что происходит, относиться абсолютно спокойно, с пониманием и, соответственно, с должным уважением, потому что он выполнил огромную работу для нас, для запуска проекта. И на сегодняшний момент, друзья, когда мы подошли к Экофесту, вот, именно к такому рубежу, который подводит черту более чем трехлетней выполненной работы, я на прошлом вебинаре очень подробно с вами разбирал, говорили, что мы сейчас работаем и перед Юницким, как генеральным конструктором, и председателем совета директоров SkyWay стоит многоплановая задача, то есть сегодня идет работа по дереву целей, когда параллельно выполняются сотни и сотни задач, и мы разбирались с вами, смотрели, что сегодня очень многие вещи, даже очень простые, казалось, нельзя перепоручить, потому что они идут в одной логике, и как дерево целей, это вообще задача этой методики планирования, она идет параллельно выполнению задач, сходятся они все в одном месте и в одно время, так вот, одно место и одно время, это 1 июля, Марьиногорка, Белоруссия, где будет продемонстрирована основа технологии SkyWay. Мы с вами много говорили уже, какие виды, и в прошлый раз мы с вами очень подробно обсудили, я вам показал специально эстакаду и объяснил, чем она отличается от других видов транспорта, почему у нас сегодня только 6 коммуникационных систем находятся в этой эстакаде, а соответственно еще и очень много связанных с попутных вещей, связанных с информацией, то есть оптиковолокно с энергетикой, вот, мы говорили, что это еще и социальная сеть, то, что это освоение территорий, а сегодня мы хотели совсем остановиться на несколько другой составляющей этой работы, это то, что связано сегодня с очень важными вещами, которые касаются и которые предъявляют требования к технологии 6 технологического уклада, то, чем мы с вами сейчас как раз и занимаемся, друзья. И это тоже очень серьезный и очень важный момент, и на некоторых вещах я бы хотел, чтобы вы сконцентрировали именно свое внимание и понимание, потому что очень многие вещи, друзья, которые мы проговариваем, которые мы делаем, да, кстати, Андрей, я тебе все права включил, так что ты во всеоружии можешь дальше продолжать борьбу с нашими любимыми троллями, вот, время которых, к сожалению, очень быстро сокращается, и по мере того, как идет демонстрация, и мы от демонстрации переходим в декларации, соответственно, троллям сегодня все дальше и дальше тяжелее работать. Хотя, вот после дневного вебинара, это как отвлечение, друзья, мне, наши друзья, вот, Андрей, с Екатеринбурга сбрасывает подборки, что пишут тролли, какие они там гадочные пасквили. Я могу сказать, что первое, это весьма профессиональные люди, потому что пишут много, быстро и очень грамотно. Вот, и второе, что это профессионально поставленные вопросы и профессионально поставленные пасквили, поэтому можно с гордостью или с неким таким видом сказать, что против нас работают действительно не какие-то там лохи, которые хотят что-то там о себе заявить, а высокопрофессиональные тролли. Вот, поэтому чистка чата идет, вот, мы, естественно, их не допускаем в наш эфир, поэтому это наше право, друзья, мы не хотим, чтобы здесь все это захламлялось тем, что они пишут. Так вот, друзья, почему мы все это уделяем именно троллям столько внимания, потому что это люди, которые концентрируют внимание на всех слабых местах и недопонимании то, что идет со стороны остальных людей. Поэтому очень важно и очень интересно на них ориентироваться и, с другой стороны, видеть, как у них все меньше и меньше становится аргументов для того, чтобы все лить грязь на Skyway, лично на инженера Юницкого, на всю команду, на нашу организационно-финансово-юридическую схему краудинвестинга, которую мы сегодня отстроили и которая работает сегодня в десятках, сотнях стран мира. У нас сегодня акционеров из 237 стран, друзья, у нас сегодня в реестре Skyway стран больше, чем в реестре ООН. Соответственно, 200 тысяч сегодня, уже за 200 тысяч, это активных акционеров, которые вошли и стали партнерами, то есть включились в проект, и более миллиона человек, кто зарегистрирован в проекте, но, естественно, еще присматриваются в дело. Поэтому мы довольно-таки крупный и серьезный проект, который сегодня заявил себе на таком интернет-пространстве и мировом пространстве, активно развивающаяся сегодня структура. И самое главное, друзья, что почему сразу нас сегодня нельзя сравнивать ни с одним интернет-проектом, ни с одним хайпом, ни с одной пирамидой, потому что ни одна эта структура три года срок не переживает. Вот мы сегодня отмечаем уже три с половиной года, и мы активно развивающиеся структуры, и мы как раз Экофест 1 июля в Марьиной Горке проводим именно для того, чтобы перед своими партнерами, перед всем миром, потому что за этим будет следить без преувеличения, я могу сказать, весь мир, все континенты и большинство стран, мы покажем именно основы, основные узлы, элементы технологии, то есть будет абсолютно четко заявлено и показано о том, что технология существует, и мы дальше переходим, то есть это тоже следующая методика планирования, это само собой, друзья, вытекает из развития проекта, это уже горизонт планирования. И по мере того, как мы приближаемся к той точке, где сводятся все поставленные планированные задачи, на ближайшее время точно так же отодвигаются горизонты, и если начинали мы с одного, с двух адресных проектов, там нескольких стран, сегодня как минимум в 10 стран идет работа по адресным проектам, идут переговоры с правительствами на всевозможных уровнях, на уровнях губернаторов, то есть Алексей вам тоже скажет, на прошлом деле мы говорили, что приезжала делегация, именно правительственная делегация Индии во главе с вице-премьером одного из штатов, соответственно, сегодня ведутся переговоры на уровне руководства уже ряда евразийских стран, я упоминал в прошлый раз, еще могу сказать, что сегодня активнейшим образом ведется работа в Соединенных Штатах, это по проекту Лос-Вегас, Лос-Анджелес через пустыню Невады, и сейчас ведется согласование, уже презентация идет, переписка с губернатором штата, и как раз очень интересная такая тема, которая была особенно затронута, мы прорабатывали почти год назад этот проект, но потом по разным причинам со сменой партнера мы приостановили этот проект, сегодня нашлись у нас очень активные наши последователи, партнеры в Соединенных Штатах, которые продолжили двигать этот проект, и что особенно там сейчас интересно, и вот на этом примере я бы вам хотел сейчас остановиться еще на одной составляющей проекта Skyway, то есть именно струнных технологий, которые радикально отличают и ставят на другой уровень проект Skyway, потому что мы все с вами ежедневно сталкиваемся с вопросом, а чем вы отличаетесь от монорельса, или а чем вы отличаетесь от магнитного подвеса. Мне, друзья, так смешно слышать этот вопрос, и я на дневном вебинаре приводил пример, что представьте, у вас на столе в 90-м году стоит телефон дисковый, по которому вы набираете, крутите диск, набираете и с кем-то разговариваете, и вот представляете, подходит к вам какой-нибудь умник и спрашивает, а с каким качеством фотографирует или снимает видео ваш телефон, и какой объем информации он может передать за минуту, понимаете, или за секунду, понимаете. Во-первых, в 90-м году понять вопрос, что телефон делает, кроме того, что звонит, вообще непонятно. А когда он говорит, а у вас там 12 или 15 мегапикселей камера, то есть, соответственно, сколько миллионов точек у вас в квадратном миллиметре. И еще вопрос, я думаю, что абсолютно поставит в тупик, что, а на какой программе работает ваш телефон в программе GPS-а, то есть, вы пользуетесь Navitel или Яндекс, допустим, там, навигатор. Я думаю, что в 90-м году вы просто смотрели бы на сумасшедшего, который произносит непонятные слова, вот, и для вас, особенно, когда он произносит слово Skype, Viber, WhatsApp, вот, бесплатные видеосигналы в любую точку мира, ну, и, соответственно, весь вопрос, когда вы идете на работу, вы свой телефон берете с собой или оставляете дома, я думаю, что в 90-м году это просто было бы издевательство над здравым смыслом. Так вот, друзья, зачем я сейчас провел вот эту свою любимую аллегорию, которую я многократно уже за эти три года показывал. Вот сегодня сравнивать проект и технологию транспортную Skyway, коммуникационную систему, с тем, что сегодня существует, допустим, там, с железной дорогой или с автомобильной дорогой, это точно так же, как сравнивать смартфон, вот сегодня вышел последняя версия Samsung 8 Plus S8, то есть мне очень-очень нравится этот телефон, очень серьезно к нему присматриваюсь, вот, потому что у меня свой старый уже такой развалившийся Samsung двух предыдущих поколений. Так вот, друзья, это сравнивать сегодня этот смартфон 8 Plus S8 с дисковым телефоном, который стоял на столе, это вот такая же аналогия. В принципе, и тот, и другой может звонить, в принципе, и тот, и другой выполняет функцию телефона. Но помимо того, что смартфон сегодняшний является телефоном, он еще является смартфоном. То есть это абсолютно новая коммуникационная система, это то, что сегодня создано пятым технологическим укладом, это то, что мы сегодня называем интернет, и это интерфейс, когда вы, нажав одну кнопку, оказываетесь в информационном пространстве и пользуетесь огромным количеством возможностей, которые дает именно вот эта платформа технологическая, которую мы называем смартфоном. И я могу задать вам вопрос. У вас кого-нибудь сегодня встает вопрос, что эти два устройства, дисковый телефон на столе, который стоял у вас в 90-м году, и сегодня последнее поколение смартфонов, их можно каким-то образом сравнивать. Нет, друзья, никому из здравомыслящих людей этому в голову не придет. Но есть еще, конечно, люди, которые говорят, я не пользуюсь мобильной связи, тем более я не пользуюсь смартфонами, но этих людей становится все меньше и меньше, причем очень быстро, потому что смартфоны дешевеют, сегодня они становятся очень простыми в эксплуатации, и, соответственно, людей, которые сегодня пользуются только смартфонами, их все больше и больше, тем более, что качество и уровень их растет просто благодаря конкуренции, то есть сегодня уже идет, если посчитать, 8S и так далее, то есть гонка началась в 2007 году, то есть фактически за 10 лет это 16-е поколение уже смартфонов. То же самое примерно идет и у Apple, у HTC, у LG, то есть сегодня уже идет как минимум 15-16 поколение смартфонов, и каждое поколение, оно все больше дает потребительских качеств, все больше дает, соответственно, возможности, которыми мы пользуемся, и тем больше мы уже не представляем свою жизнь без именно устройств, которые интегрированы в общую среду, которые называются нашим младшим братом интернетом. И эта аналогия нужна для того, друзья, потому что здесь в основном, конечно, те, кто уже не один день и даже не один год находятся в проекте, кто понимает, о чем идет речь, в основном мы с вами собираемся для того, чтобы обсудить последние новости и двигаться дальше, хотя, друзья, недостаток очень серьезный есть, поэтому многие стали смотреть записи, многие перестали приглашать сюда людей, которые работают, и видите, у нас остановилось на определенном количестве, кто приходит в вебинар, и мы с вами превратились уже в клуб по интересам. Для нас это с Алексеем очень лестно, с одной стороны, это очень приятно, встречаться с единомышленниками, обсуждать, но работа над тем, чтобы приходить и приводить новых людей, ее никто не отменял, но здесь, друзья, скорее всего, после Экофеста мы резко изменим и методику работы, и подходы, поэтому изменения будут очень серьезные, вы их увидите, потому что нам все-таки надо активизироваться и работать больше на привлечение, пока мы не закрыли вход в корневую технологию, пока сегодня мы отстраиваем вот эту финансово-юридическую нашу конструкцию, которая работает как краудинвестинговая система, именно инвестпроводящая система, вот поэтому эти функции должны сегодня продолжаться и развиваться, и их до закрытия никто не отменял. Закрытие очень много обсуждается, мы его очень серьезно ждем и готовимся, но как бы мы ни хотели и как бы мы ни стремились к этому, все равно это, скорее всего, только конец 2017 года, а реально это может быть даже начало 2018 года. Хотя, друзья, так же, как очень много задают вопросов, смена очередного дисконта, я не исключаю, и это обсуждалось, что могут произойти определенные условия, что смена дисконта будет происходить либо перед Экофестом, либо там буквально первый месяц после Экофеста, то есть в течение июля. Вот это вполне реальные сроки, потому что та активная работа именно по приходу уже серьезных инвесторов, она ведется, и действительно сейчас уже приходят инвесторы и даже на один и более миллиона долларов, когда есть люди, которые инвестируют именно в ту финансово-юридическую конструкцию, которую мы сегодня сделали и которую сегодня предлагаем для наших партнеров проекта Skyway. Соответственно, все это направлено для того, чтобы мы выступали заказчиками в первом адресном проекте, который сегодня строится в Марьиной горке, как мы это называем, Эко-технопарк. Соответственно, вся эта работа также сегодня будет продемонстрирована и показана 1 июля, к которому мы сегодня подходим. И про Неваду, друзья, я не зря заговорил про этот проект, он очень интересный, очень важный. Точно такая же составляющая обсуждалась и с нашими партнерами в Арабских Эмиратах. Это вторая составляющая, второе направление группы технологий SkyTech. это все, что связано с производством Гумуса, именно с экологией. Потому что основные задачи, друзья, которые сегодня решает группа технологий SkyTech в шестом технологическом кладе, то есть то, что представляет сегодня третье тысячелетие, это, друзья, те насущные проблемы, которыми мы сегодня столкнулись. И здесь, друзья, нельзя ни обойти, ни сказать, что мы сегодня, пользуясь благами цивилизации, пользуясь автомобилями, фактически находимся в состоянии войны с этими машинами, потому что полтора миллиона человек гибнет на дорогах, и 15 миллионов человек становятся инвалидами. То есть, представляете, за 10 лет, когда мы представляем и прогнозируем развитие серьезной сети Transnet, когда она реально начнет вытеснять уже автомобиль и авиацию, за это время погибнет 15 миллионов человек на дорогах. Друзья, 15 миллионов. Это такой город, как Москва, абсолютно вымрет. Там погибнет каждый житель и более, соответственно, 150 миллионов человек. Эта страна, как Россия, станет инвалидами. Это страшные, друзья, цифры. Но это то, что сегодня нам досталось в наследство от техногенной цивилизации, которую мы сегодня получили от наших дедов и отцов. И очень интересная есть такая фраза, что мы сегодняшнюю землю не получили в наследство, а мы ее взяли взаймы у наших потомков. То есть, то, что мы им сегодня отправим, это крайне важно, потому что мы пользуемся сегодня тем, что мы отдадим им дальше. То есть, мы у них сегодня это берем. И здесь как раз очень интересно представить, что скажут ли нам наши потомки спасибо за ту убитую природу, за ту изгаженную почву, которая отравлена сегодня химией, пестицидами, за миллиарды тонн нефтепродуктов, которые мы сегодня сожгли, и она сегодня осела в почву, за те ядерные отходы, которые мы сегодня закапываем и отправляем нашим потомкам, чтобы они там сами дальше сразбирались. С огромным количеством химикатов, химического оружия, которое мы утопили сегодня в Балтике, либо сегодня там просто закапываем в глубоких шахтах. Это все, друзья, то те посылки, те закладки, которые нашим потомкам, соответственно, предстоит разбираться. И вот эта техногенная цивилизация, она сегодня привела к тому, что сегодня человек, который живет в мегаполисе, наверное, половину своего времени тратит на то, чтобы стоять в пробках, чтобы дышать вот этими выхлопами, которые сегодня дает автомобиль, для того, чтобы есть продукты, которые содержат всю эту химию, пестициды, и еще целый набор именно для того, чтобы поднять урожайность сегодня цивилизации, именно техногенная цивилизация на это идет. И это все, друзья, те издержки, которые мы сегодня получили, наследство от техногенной цивилизации, и это смертность, которая сегодня идет от войны с машинами. Сегодня эта смертность, я интересно, в докладе у Путина буквально на прошлой, или позапрошлой неделе подсмотрел такую цифру, что он приводит, что экологичная составляющая, она более важная, чем автомобильная смертность. И примерно 1 к 20, как минимум, это то, что сегодня несет за собой экологические катастрофы. То есть, если сегодня гибнет полтора миллиона, то от экологических катастроф, от тех проблем, которые сегодня существуют, соответственно, гибнет до 30 миллионов человек. Эта цифра, естественно, друзья, экспертная, ее можно оспаривать, можно смотреть, но то, что сегодня от проблем экологии страдает каждый человек, который живет сегодня и в городе, и в сельской местности, то есть там, где сегодня идет война с агрохимией, то есть то, что сегодня убивает почву. Это как раз, друзья, все наследие, которое мы получили и которое необходимо менять. И единственное направление, которое сегодня может это изменить, это тоже цивилизационный подход, это создание технологий нового уровня третьего тысячелетия, которые будут не уничтожать природу, а наоборот ее восстанавливать и, соответственно, решать. Это называется группа технологий, как мы ввели такое понятие, экогенные, то есть это экогенная цивилизация, которая сегодня создается. Это то, что дается требование к шестой группе технологического уклада технологий, которые сегодня востребованы и которые мы должны сегодня внедрять. И вот как раз то, чем мы с вами занимаемся, мы и создаем сегодня экогенную технологию. Мы создаем с вами транспорт, который не будет выбрасывать миллиарды тонн, который будет сам вырабатывать электроэнергию и тепло. Мы создаем с вами сегодня информационное пространство, которое не будет загрязнять пространство огромным количеством электромагнитного излучения для поддержания этих спутников и вышек огромных. То есть у нас вся передача будет внутри рельсов, соответственно, внутри оптикового окна, который зашит в нашу коммуникационную систему. Мы, что самое главное, друзья, мы создаем систему, которая будет очищать пространство вокруг себя. Как вы можете себе представить железную дорогу, которая по мере эксплуатации будет улучшать экологическую обстановку вокруг себя. Это невозможно представить, потому что железная дорога сегодня, особенно скоростная, она потребляет огромное количество электроэнергии. То есть если в эквиваленте топливным говорить, то скоростной поезд сегодня сжигает более 12 литров топлива на 100 километров на одного пассажира. Поэтому это кажется, если где-то работает электростанция, она запитывает скоростной поезд, то это экологический транспорт. Нет, друзья, это также сжигаются миллиарды тонн углеводородов, также передается с большими потерями электроэнергии и потом используется для движения. В нашей технологии, в Skyway, этого не будет абсолютно. И здесь, друзья, очень важная составляющая, которую разрабатывает инженерная школа, я от Юницкого услышал это еще вместе с технологией Skyway, это технология ГУМУСа. Это биоинженерия, это восстановление, то, что в природе восстанавливается миллионы лет, соответственно, с использованием сегодня современнейших биоинженерных технологий можно сделать за считанные месяцы. И, соответственно, технология Skyway построена таким образом, что по мере выработки электроэнергии она еще и вырабатывает ГУМУС, и, соответственно, этот ГУМУС начинает рекультивировать ту почву, которая идет вдоль трасс. Таким образом, наши скоростные трассы, которые на прошлом вебинаре я вам показывал, что это 6 в 1, а если взять туда еще оптика волокновина, то это 8 в 1 трасс коммуникаций, которые сегодня существуют, что это все виды пассажирского транспорта, и скоростной 500 км, и низкоскоростной 150 км, и грузовые перевозки, связанные с контейнерами, и с перевозками цепучих грузов, это все, друзья, находятся в одной коммуникационной системе. Так вот, эта система по мере эксплуатации еще и вырабатывает ГУМУС, и, соответственно, та логика линейных городов, когда на расстоянии 3, 5, 10 км строятся доминанты, высотные, здания, которые являются и станциями пересадки с высокоскоростного на низкоскоростной, и являются доминантами для того, чтобы вокруг него селились, и на юни-байках уже можно было добираться в радиусе 20 км, 20-30 км, то есть буквально 15-20 минут езды от доминанты, соответственно, это новая логика линейных городов. И мы как раз уже не раз с вами рассматривали вопрос, что сегодня трасса, которая будет с высокоскоростной Владивосток-Москва, соответственно, Санкт-Петербург, в ней может быть расселено 300-500 миллионов человек, но это абсолютно новая логика расселения, это и расселение сейчас это и о, друзья, какая красота, видите, это этим сегодня, соответственно, и слайдам, и анимациям уже более двух лет, но насколько они сегодня приобретают актуальность именно сейчас. И в линейном городе, который сегодня уже проектируется и технология которого позволят сегодня создавать, это абсолютно новое цивилизационное устройство, это жизнь, где не будет вообще такого понятия, как пробки, это жизнь, где абсолютно не будет такого понятия, как смог, где каждый будет жить в своей усадьбе, как минимум 500 квадратных метров, и площадь земли, на которой находится дом, соответственно, вынесенная на крышу, это будет огородом, и это будет сельскохозяйственной площадкой, которая может прокормить всю семью, которая живет в этом доме, это, соответственно, обеспечение работой и высокодоходных рабочих мест, которые позволят с освоением новых территорий создать сотни миллионов новых рабочих мест, и самое главное, друзья, это абсолютно безопасное проживание и перемещение, поэтому это все, что сегодня готовит экогенная технология, и все это вписывается в новую концепцию, которая разрабатывается уже не один десяток лет, и сегодня мы считаем, что это можно сделать общим агрегированным понятием, если спросить, чем мы занимаемся, и что мы делаем, это создание нового эко-мира, то есть там, где не будет конфликта между цивилизацией техногенной, то есть между человеком, то, что создает, и биосферой, в которой он живет, и шестой технологический уклад, это сегодня из оборота выйдут углеводороды, это из оборота сегодня выйдут то, что мы используем, тепло, электроэнергия получена на невозобновляемых источниках, соответственно, это до 60% сегодня всей энергии, которая загрязняет планету, и следующим этапом, мы тоже с вами об этом говорили, это седьмой технологический уклад, и мы на позапрошлом вебинаре, посвященном Дню космонавтики, тоже, друзья, это рассматривали, это следующий этап шаг человечества, это вынос всего вредного, то, что мы сегодня пользуемся продуктами деятельности, но само производство загрязняет атмосферу и биосферу, это вынос в космос, соответственно, это строительство орбитальных заводов, орбитальных атомных станций, орбитальных плавильных заводов, которые будут производить необходимую нам продукцию, но не загрязнять атмосферу, это, друзья, несколько отдаленная перспектива, буквально на 15-20 лет вперед, но это те горизонты, которые сегодня устают, и это как раз то и является горизонтом планирования, который сегодня возникает, и таким образом, друзья, если еще раз говорить уже о проекте Невада Лос-Анджелес Лас-Легас, то если мы начинали его делать, это просто как транспортная коммуникация высокоскоростная, которая позволит возить 150 тысяч пассажиров на 384 километра, то дальше этот вопрос стал выходить уже в том плане, что это все выходит в логику линейного города, где может проживать до 50 миллионов человек, соответственно, это выходит, не 50, извините, 5 миллионов человек, то есть это на большой у нас трассе Санкт-Петербург-Москва где 10 тысяч километров, а на 380 километров тоже там будет построено порядка 25 миллионов квадратных метров и производственных, и жилых помещений, офисных центров и так далее, это все новый подход, который абсолютно у тех мегаполисов, которые зажаты той инфраструктурой, которая сегодня создана. Соответственно, это кластеры, которые будут возникать вокруг этих доминантов, постепенно превращаясь в единую, как вы здесь видите, город-сад, то есть единую зеленую зону, это будет абсолютно плодородная земля. И технология, которая сегодня идет сопутствующей с Skyway, то есть по мере эксплуатации и перевозки пассажиров и грузов, будет нарабатываться гумус, который, соответственно, при внесении его в грунт, а в Неваде это в основном песок и камни, соответственно, можно будет создавать плодородную почву по производительности по плодородию с измеримой с воронежским черноземом. И здесь, друзья, опять же, я задаю вам вопрос, вы можете еще представить или назвать еще одну технологию, которая, мало того, что не потребляет никакой энергии извне, из невосстанавливаемых источников, которая сама вырабатывает электроэнергию, которая является стопроцентной экологичностью, скоростной, соответственно, она еще и регенерирует ту почву, которая находится вдоль этих трасс. Естественно, друзья, нет ничего подобного, это точно такая же аналогия, как сравнивать современный смартфон с дисковым телефоном 90-го года. Поэтому, то, что мы сегодня делаем, это не может иметь аналогов и тем более не может иметь конкуренцию. А теперь, когда задают вопросы, друзья, мне уже любопытно иногда слышать, а когда дивиденды, где будет доходность на те инвестиции, которые мы сегодня делаем. Мы говорим, друзья, мы венчурный проект и мы рассказываем вам, что мы делаем. И сегодня, когда мы начали считать доходность и сколько стоит земля плодороднейшая, которая становится оазисом, которая идет вдоль линейного города, где будет проживать там до 5 до 10 миллионов человек, соответственно, 384 километра, если 20 километров в ширину, то получается это порядка 700 квадратных километров земли. Так вот, если это перевести на сотку, которая сегодня стоит в Америке, то этот проект только по земле приближается к триллиону долларов. И когда наши партнеры посчитали и увидели, насколько сегодня это интересный и эффективный проект, то, естественно, что нашлись люди, которые начали его продвигать, начали искать на него инвесторов. И сегодня мы сделали как раз уже не то, что сделали, оформляем именно юридическую и правовую основу, которую можно запускать будет и в Семьем Штатах. Пока эта система не готова, но я думаю, в течение 3-4-5 месяцев по мере того, как будут вестись переговоры по движению проектов, это будет продвигаться и мы эту финансово-юридическую схему оформим и сделаем. Активно над этим работаем. Это сегодня не суть так важной. И поэтому, друзья, точно такой же проект сейчас рассматривается и в Арабских Эмиратах, где в песке сегодня, внося гумус, можно превращать это в плодородную почву. Такие же проекты рассматриваются сегодня в Израиле, это трасса Тель-Авив-Элат, где также порядка 380 километров можно сделать зону не то, что пригодную проживанию, а это будет реально цветущий оазис. И, соответственно, это позволяет именно реализовать возможность, которую дает технология биоинженерии, технологии гумуса. Это сложнейшая технология, друзья, то есть я не буду сегодня на ней останавливаться, Алексей сейчас в своей части чуть более подробно вам об этом расскажет. Я сейчас через буквально 2-3 минуты, друзья, перейду на подготовку к другим Юни-Скай-вебинарам. У нас, как по средам, вы помните, мы еще 9 часов ведем для наших европейских партнеров, которые также участвуют в наших объединенных вебинарах и таким образом подключаются к информационному пространству Skyway. Так вот, друзья, если обобщать и сегодня говорить то, что мы с вами создаем безопасную, экологическую, чистую, перспективную, которая даст развитие цивилизации на ближайшее время, то, конкретизируя сегодня на технологии гумуса, которой хотелось бы сказать, что сопутствующая частью Skyway это генерация гумуса. Почему этого нельзя сделать сегодня и сделать это сегодня отдельным бизнесом? Потому что, чтобы привести и вот на эти 300 километров, 380 километров гумуса и смешать его с почвой, надо внести 10% почвы, то есть, друзья, это надо привести порядка 50 миллионов тонн подготовленного гумуса. И, соответственно, сегодня нет таких мощностей ни в Америке, ни в Америке, надо завести уголь, его переработать, получить из него гумус, и, соответственно, дальше его уже это сегодня очень дорогостоящая технология. Технологии Skyway это сопутствующая технология, когда строится высокоскоростная трасса, она начинает эксплуатироваться, возить людей, пассажиров, и, соответственно, параллельно нарабатывает гумус, который становится уже тем оазисом, который этот проект выводит совсем на другой уровень рентабельности. И те эффекты, которые мы с вами будем получать по освоению территорий, то есть там, где сегодня непригодные к земледелию почвы, соответственно, они будут рекультивироваться или, наоборот, культивироваться и превращаться в, соответственно, в плодородную почву. Там, где сегодня убитая сегодняшняя цивилизация, то есть агрохимия, почва, значит, они будут восстанавливаться и превращаться уже в нормальные 100% экологически чистые почвы, которые будут давать 100% чистые экологические продукты. И это как раз то, что мы, друзья, с вами сегодня создаем, и наша технология, то, что мы сегодня делаем, она будет не уничтожать природу, а, наоборот, восстанавливать то, что нам досталось от наших предков, то есть от техногенной цивилизации. И мы как раз нашим потомкам, друзья, передадим абсолютно чистую технологию, чистую землю, которая ушла от тех проблем, которые нам сегодня достались. И это, друзья, абсолютно в наших силах, и это то, что создает сегодня новый эко-мир. И инженер Юницкий, который еще 35 лет назад высказал концепт и основные тезисы сегодня именно этой идеологии эко-мира, это тот, кто сегодня создает Skyway, это тот, кто сегодня создает группу технологий SkyTech, то есть целое направление, которое сегодня вводит на новый уровень именно взаимодействия человека техносферы и биосферы. И это тот, кто сегодня закладывает основу уже седьмого технологического уклада, то есть это Spaceway, то есть следующая система, когда человечество реально начнет промышленным образом осваивать ближайшее космическое пространство. И как бы это, друзья, не звучало сейчас, то есть я понимаю, как наши тролли веселились, и как меня очень многое получило отзывов по конференции, по нашему вебинару, который провели 12 апреля, Дню космонавтики, когда мы показали, что Skyway, а потом Spaceway, то есть инженерная школа Юницкого, которая сегодня работает в этом направлении, это будущее космонавтики. Вот, соответственно, на прошлом вебинаре, когда мы показали вам, что такое Skyway и каким образом он сегодня не может даже близко конкурировать со всеми ближайшими технологиями, которые претендуют на решение тех задач, и сегодня еще один очень важный момент, потому что много задают этих вопросов, в экотехнопарке сегодня активнейшим идет разработка и технологий ГУМУСа, биоинженерия, совмещение, как сегодня будет рекультивация почвы, вот, поэтому, друзья, это настолько важный сегодня момент, и чтобы вы понимали, без Skyway, без технологии транспортных коммуникаций, без освоения быстрого и дешевого перемещения это сделать невозможно. И только вместе эти технологии дают настолько мощный синергетический эффект, как сегодня мы пользуемся Skype'ом и криптовалютами, и Viber'ом, и нашими возможностями, и чтобы, друзья, все это могло представлять, если бы не было интернета, если бы не было этих мобильных коммуникаций. Это уже, друзья, то, что дается нам сегодня, как возможность пользоваться технологической платформой. Точно так же можно утверждать, что технологическая платформа сегодня Skyway создана, 1 июля мы с вами увидим основные ее направления, а то, что мы сегодня говорим с ГУМУСом и с новым направлением сельского хозяйства, это то, что будет приложением и то, что будет дополнительным синергетическим эффектом, который мы, друзья, будем получать. Ну все, на этом я с вами прощаюсь, дальше я передаю слово Алексею, я рекомендую, он очень интересный, подробно вам сейчас расскажет, потому что на дневном вебинаре он просто дал колоссальную информацию по поводу и технологии биоинженерии и как это будет относиться с ГУМУСом, поэтому, друзья, рекомендую очень внимательно его послушать и взять это на заметку, потому что та информация, которую мы сейчас даем, это нужна для того, чтобы на вопрос, а чем вы отличаетесь от поезда на магнитном подвесе, вы могли сказать, чем отличается дисковый телефон от современного смартфона. Алексей, Приветствую вас, дорогие друзья, ну, действительно, то, что мы рассказывали, к примеру, два, два с половиной года назад, это просто небо и земля по сравнению с тем, что сейчас мы можем поведать, основываясь на осуждениях Анатолия Эдуардовича Юницкого, то есть мы всего лишь в этом плане трансляторы, естественно, чуть-чуть додумываем, но по большей части я не мог себе предположить, во что может вылиться сельское хозяйство. Могу сказать, что сельским хозяйством я был связан напрямую, то есть я учился в университете, инженер-механик с углубленным знанием французского языка и инженер-механик сельскохозяйственных машин, то есть мне не понаслышке знакомы такие предметы, как технология растеневодства, животноводства и так далее, и тому подобное, и с Дмитрием Владимировичем первым, так скажем, инвестором на очень крупную сумму и это тот человек, который действительно, как легенда, уже вошел в историю Skyway. Это тот человек, который, в принципе, зародил вот еще ту эпоху, когда Лебедь Александр Иванович помогал развитию проекта Skyway и Дмитрий Владимирович как раз-таки был в тени, но это один из тех людей, главных, кто способствовал развитию проекта Skyway. Скорее всего, дорогие друзья, и низкий поклон Дмитрию Владимировичу, он также будет присутствовать и на выставке в Индии. Я могу сказать, что это просто высшая оценка, проекта Skyway тем человеком, который раньше был мегаолигархом, то есть это нефтегазовая сфера, сейчас он не менее бедный человек, так скажем, именно в сельскохозяйственной индустрии, то есть перестроился, и это очень важно уметь перестраиваться. И также мы узнали, что он еще другими вещами увлекается именно в цифровой индустрии. То есть было очень интересно пообщаться, подискутировать, и что я могу сказать, что Дмитрий Анатольевич был полностью поражен, когда мы видели сами то, что мы и увидели, и понюхали, так скажем, и осязали в закрытой лаборатории, где уже создавалась микроинженерия, микробиоинженерия, именно от инженерной школы Юницкого, и, соответственно, взращивались бактерии. Бактерии, которые будут уже далее смешиваться в определенных пропорциях с почвой, и будет получаться, как вот квас бродит, допустим, при определенных процессах будет получаться абсолютно плодородный слой почвы с содержанием гумуса более 90%. Я видел реакцию, каким образом оценивают эту чудо-почву представители разных стран. Кто-то ее понюхает, кто-то ее посыпет на руку, она очень рассыпчатая, кто-то даже пробовал на вкус, но я могу сказать, что это основа сельскохозяйства будущего, и это не громкие слова, это так и есть, потому что на сегодняшний день огромные проблемы в сельскохозяйстве, в том числе у Китая, когда они просто напрочь убили экологию и действительно загубили свою девственную когда-то природу именно высокоскоростными транспортами, и это огромное наше счастье, дорогие друзья, что у нас сейчас в России нет пока что высокоскоростных трасс, и соответственно мы можем уже на высоких скоростях перемещаться именно с помощью технологии Skyway, и это действительно как бы такой вот зеленый флаг, не побоюсь этого слова, для России, то есть это уже не о зеленые, как вот мы вводим Сергею Анатольевичем понятие, это те люди, которые поддерживают логику и идеологию эко-мира, и я рекомендую всем ознакомиться, всем прочитать, потому что этот труд, от которого мы развиваем эту тему, это труд 88-го года, дорогие друзья, еще тогда Анатолий Эдуардович представил, каким образом вообще будет развиваться понятие эко-мир, и сейчас мы закладываем огромный смысл, этим, дорогие друзья, мы будем заниматься после закрытия возможности финансирования в головную компанию, и соответственно эко-мир, я не побоюсь этого слова, прогремит это название на весь мир, не хуже, так скажем, как минимум, как прогремело в свое время название Жака Фреско, потому что это идеология, это технология, это спасение экологии, и это объединение, как вот мы в Skyway Invest Group еще с Сергеем Анатольевичем придумали слоган «Мы объединяем мир», вот здесь это подходит. Естественно, будет другой слоган и так далее, но смысл такой, что объединяя и технологию, объединяя и экологию, и сельское хозяйство, и инфраструктуру, и транспорт, и все составляющие сети Transnet, мы создаем действительно мир достаточно прелестного будущего, и более того, дорогие друзья, запомните мои слова, то есть за эти слова, так скажем, в будущем сможем ответить. Даже полезный эффект, экономический эффект на каждого живущего на планете Земля, он будет оценен, он будет оценен, и это будет именно такой плацдарм, фундамент для создания эко-мира. Потому что если учитывать, сколько мы сэкономим именно человеческих жизней от дорожно-транспортных происшествий, сколько мы сэкономим человеческого здоровья от различных болезней, производя заранее экологически чистый продукт, экологически чистую пищу, и не взирая на то, что сегодня именно провозглашается химия, пестициды, мы говорим по-другому, что у нас есть несколько другой вариант развития, и Кирилл Бадулин, руководитель департамента и отдела адресных проектов, представил это в недавнем времени совершенно, у нас сейчас к сожалению нет возможности пока что у Мирополиса почему-то какие-то проблемы с видео, и мы не можем поставить видео, но произошла очень серьезная встреча Кирилла Бадулина с главой Бурятии Александр Алексей Циденов и там присутствует министр сельского хозяйства, также замминистра здравоохранения, представитель министерства именно природных ископаемых полезных ресурсов и так далее, и наши партнеры СЭМ-центр, это если быть точным Петр Шаблин, то есть это именно также разработки микробиологии и в этой логике мы идем вразрез с видением допустим теории технологических укладов, которая была создана одним из российских экономистов, один из советников президента Российской Федерации и вы прекрасно понимаете про кого мы говорим и соответственно мы говорим, что шестой технологический уклад это будет не биогенная инженерия когда будут нанороботов по мнению вот этих специалистов запускать нам в кровеносные сосуды для того чтобы очищать от бляшек и так далее от каких-то закупорок избегать закупорок кровеносных сосудов мы вообще этот факт постараемся избежать на корню и действительно я искренне завидую тому поколению которое будет рождаться уже в эпоху транснет в эпоху эко-мира в эпоху массового так скажем шествия Skyway это будет совершенно другой экологически чистый мир и вот то что было представлено Кириллом Бадулиным на заседании в Улан-Уде то есть это схема именно транспортных микробиологических технологических унифицированных объединенных кластеров и давайте посмотрим на пальцах что же это такое причем это естественно будет дублицироваться и распространяться далеко не только в Улан-Уде к примеру у нас есть какое-то месторождение угольный разрез возьмем даже вот в Челябинске какое-то месторождение полезных ископаемых которое будет являться топливом для теплоэлектростанции и соответственно с помощью юнитраков наших которые будут продемонстрированы 1 июля происходит перемещение полезных ископаемых топлива на электростанции со скоростью до 150 километров в час и естественно грузопоток может быть может достигать до 250 километров до 250 миллионов тонн в год и в ТЭЦ в традиционной индустрии возникают отходы которые сливаются близлежащие либо почву загрязняют либо озера реки то есть это абсолютно привычное для сегодняшнего времени явление как когда-то пока не перерабатывали нефть все это сливали также в различные водные источники ресурсы и загрязняли если бы не произошла переработка нефти то соответственно нас бы ожидала экологическая катастрофа сейчас с помощью вообще вот сей традиционной электроэнергетики можно прийти также достаточно печальным последствиям я отслеживаю так скажем чтобы не отставать на английском языке те кто знает английский язык пожалуйста потом почитайте но меня поразило то что в недавнем времени то есть это буквально несколько дней назад был достигнут рекорд по содержанию определенных вредных веществ и СО2 непосредственно в нашей нашей экосистеме которая в нашем воздухе которую мы вдыхаем то есть это были рекордные за сотню лет вообще показатели если быть точным за 135 лет и это действительно достаточно плачевный итог плачевный рекорд и неспроста в 2015 году было заключено соглашение на конференции по климату в Париже то есть это Парижская конвенция ООН об изменении климата и с господином Чангом мы об этом общались дорогие друзья и я могу сказать что для меня это было одно из самых наверное серьезных общений по Skyway потому что задавались сложные технические вопросы Анастасия Лейко и группа инженеров Андрей и другие ребята которые присутствовали на этой дискуссии не дадут соврать потому что господин Чанг именно спрашивал про экологическое воздействие про безопасность вплоть до того что радиусы поворотных участков пути и какие только вопросы он не задавал но единственное что его заинтересовало больше всего то что у нас действительно не природоподобная технология у нас действительно природная технология мы действительно можем восстанавливать экофон любой точки земного шара любой страны в любом участке нашей необъятной планеты и вот продолжим соответственно вот эти отходы которые с электростанции у нас сейчас используются абсолютно не по назначению и загрязняют окружающую среду с них можно получить гумус плодородный источник плодородный слой почвы и более того этот гумус будет идти на экспорт то есть это продукт который обладает именно высоким спросом высокой капитализацией этот проект обладает и соответственно часть и вот вся сера которая выделяется все что попадает в почву либо в воздух оседает потом все равно на земле все это будет перерабатываться в гумус и соответственно гумус может направляться был вот здесь такой вот момент отметили посетители вебинара что можно все это в виде пластин перевозить внутри Skyway в теплицы фермы да дорогие друзья так и будет но как раз таки то что мы Сергею Анатольевичу говорили еще ранее что наши анкерные опоры будут доминантными станциями доминантами внутри которых также будут находиться теплицы фермы и так далее это было только начало развития логики сельского хозяйства 21 века и соответственно вот все эти теплицы фермы которые будут встроены либо в существующие города либо уже произойдет развитие линейных городов они будут производить абсолютно экологически чистый продукт я специально сравнил в прошлой поездке для меня всегда очень важно пережить собственный опыт и Сергей Анатольевич говорил что очень вкусные яблоки были с Эко технопарка я решил испробовать зелень потому что зелень соответственно я предполагал что она будет находиться на столе запомни вкус можно будет просто элементарно сравнить та зелень которая подавалась в отеле достаточно хорошего уровня в Минске это Ренессанс я думаю что там плохую зелень не будут подавать она показалась абсолютно пластмассовой по сравнению с тем что я попробовал и на себе испытал с грядки Эко технопарка и пускай там тролли троллят что вот Анатолий Эдуардович также сейчас является фермером дорогие друзья это не нужно троллить наоборот это нужно закладывать в то многообразие ответвлений холдинга и зао струнные технологии и вообще вот всего направления движения Экомир насколько много технологий объединяется в едином технологическом и экогенном и микробиологическом кластере технологий то есть это единая транспортная энергетическая коммуникационная информационная инфраструктурная сеть также мы закладываем понятие финансовое социальное которое объединяет себе все то есть на сегодняшний день такой сети просто нет нет на земном шаре и поэтому вот когда я общаюсь сейчас с потенциальными инвесторами с крупными средними не важно я помимо того что продемонстрированы были 28 ноября юнибайк 21 апреля начались ходовые испытания юнибуса 14 местного городского пассажирского подвижного состава я говорю также о многообразии и действительно широких определениях проекта Skyway что ожидает человека кто будет инвестировать в эту технологию я не буду говорить цифры которые назвал Кирилл Бадулин но это серьезная очень капитализация посмотрите видео и просто оцените ваш потенциал участие в этом проекте расскажите об этом потенциале соответственно тем людям с которыми вы будете уже общаться я это перекинул всем своим бывшим как как это забыл однокашникам не однокашникам кто в университете у нас учится то есть однокурсники бывшим однокурсникам и тот кто был младше и тот кто старше очень сильно заинтересовались так как не понаслышке знают что такое агротехнология и действительно признают что вполне возможно это станет сельским хозяйством 21 века и соответственно почему сейчас такие дискуссии происходят в Улан-Удэ потому что это может стать одной из главных стратегий развития Улан-Удэ и Алексей Цыденов это прекрасно понимает так как он начал поддерживать проект Skyway еще будучи чиновником Министерства транспорта Российской Федерации то есть еще так скажем уже много-много месяцев назад мы получили в начале заключения от экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации что мы являемся перспективной технологией а потом еще и инновационной и сейчас я могу сказать что потенциал именно Российской Федерации по сельскому хозяйству с применением микробиологической технологии именно в логике Skyway это колоссальный потенциал ну и я помню реакцию Алла Аль Шаир то есть это наши арабские коллеги которые посещали экотехнопарк насколько он был поражен что действительно с нежизнеспособной с мертвой почвой пустыни где они борются наоборот с песчаными бурями и так далее можно действительно при желании не за месяц не за несколько месяцев а примерно за три года можно соответственно создать хотя бы участки действительно райского сада и я могу сказать когда я был на Шри-Ланке то вообще вот по сути там должны были быть совершенно другие погодные условия и им очень повезло что в центре находится именно зеленая территория горы находится там и так далее чего не скажешь об Арабских Эмиратах там даже искусственную гору планируют делать создавать чтобы влиять на погоду ну и соответственно когда будет зеленая территория еще до взлета общепланетного транспортного средства мы можем так или иначе влиять с помощью экологии на погоду то есть засушливости в зеленых районах ее по сути не может быть то есть она сведена к минимуму по сравнению с участками пустыни и так далее ну и если говорить про те ранчо те виллы которые будут у нас как в логике линейных городов так и будет отдельное малоэтажное строительство в логике существующих городов и различных местностей то это действительно также ноу-хау за которое был получен в свое время Гранд Про ООН и вообще Анатолий Эдуардович на примерно полмиллиона долларов удешевил конструкцию анкерной опоры просто использовав почвенный грунт и соответственно прижав сверху почвенным грунтом и снизив расходы на фундамент на бетонирование и так далее на использование именно внизу то есть это логика тоже технологии второго уровня даже почва переносится у нас на второй уровень и кто не мечтает чтобы на мансарде действительно у нас цвел сад и можно будет собирать огурцы помидоры если говорить про Российскую Федерацию ну и более такие южные районы вплоть до того что можно ананасы собирать там и так далее естественно это кажется какой-то фантастикой но все это просчитано дорогие друзья это действительно абсолютно реально с помощью технологии Skyway если говорить про еще события которые у нас произошли то хотелось бы остановиться на том событии которое многие из вас возможно уже посмотрели я сброшу видео вот пожалуйста ссылочка это именно посещение министра городского развития штата город которого находится один из городов Дхарм-Сала то есть это тот город вообще где проживает сам Далай-Лама кто с индусской технологией религией извиняюсь связан но религия технология здесь на самом деле достаточно перекрещиваются потому что когда Далай-Лама даст благословление технологии Skyway я не представляю какой администрационный всплеск начнется только из-за этого события это как раз таки тот шум и влияющий на создание адресных проектов уже я могу сказать что суд Хир Шарма у нас который присутствовал на экотехнопарке полностью сказал что технология Skyway максимум удовлетворяет всем потребностям и в сейсмоопасной зоне от 5 до 9 баллов по шкале Рихтера землетрясения возможны и также это горная местность естественно традиционные технологии сверх дорогие и они сверх неэкономичные сверх неэффективные более того сейчас используется специальное покрытие дорожного полотна которое через 10 лет приходит негодность и естественно все захлопали в ладоши в буквальном смысле когда пришло понимание что 100 лет путевую структуру можно не менять то есть это срок службы вантового висячего моста то есть это в принципе в том числе можно провести параллели с нашей эстакадной путевой структурой и также туристический потенциал если полтора миллиона людей приезжают сейчас посмотреть пообщаться с Далай-Ламой то этот туристический потенциал удвоится у троица а то и у десятерится когда у каждого приезжающего и едущего к Далай-Ламе будет понимание что он не будет стоять в заторах в пробках и не будет такого понятия как час пик вообще при внедрении технологии Skyway я могу сказать что такое понятие как час пик будет так же нелепо именно что пробки заторы и сложно проехать в час пик как сегодня кажется нелепым фраза точнее раньше казалось фраза что я забыл телефон дома то есть времена меняются и соответственно понимание понятия также поменяются и задавали интересный вопрос на дневном вебинаре откуда вообще возьмутся то огромное количество населения которое будет переселяться в линейные города во первых по нашей логике дамы и господа произойдет именно кардинальное изменение демографической политики кардинальное изменение естественно перемещения эмиграции всего населения то есть кому то нравится проще говоря жить в тепле кому то нравится в прохладе каждый будет иметь выбор каждый будет иметь выбор переселиться в те условия проживания которые для него действительно комфортны потому что мир постепенно с помощью технологии Skyway будет объединяться и сшиваться сетью Transnet соответственно каждый человек сможет выбрать и место работы и миллионы рабочих мест в начале будут создаваться потом это десятки сотни миллионов и соответственно будет загружена и наша отечественная промышленность это металлургическое производство сейчас уже по поводу этого ведутся переговоры на высшем уровне то есть много очень закрытых переговоров о которых я знаю лично понаслышке но так скажем что услышал что можно рассказывать обязательно вам мы рассказываем на наших вебинарах и что примечательно дорогие друзья вот о проекте в Индии мы помним штат Джархан 922 миллиона долларов заключено трехстороннее инвестиционное соглашение на создание экотехнопарка в Индии на создание городского направления на создание дальше связки в искоскоростном направлении также этот штат 40 процентов всех полезных ископаемых которые вообще на территории Индии находятся и соответственно сейчас я могу сказать что вот тот проект который Дхарм Сала который мы озвучили он реален к началу уже в конце августа и уже согласуются первые шаги естественно мы увидим и подписание меморандума сотрудничества либо до выставки либо во время выставки все уже согласовано и был задан вопрос будет ли тендер вообще на технологию транспортную тендер уже заочно выиграл Skyway показав эффективность технологии и показав как говорится мы всегда повторяем что лучше пускай грубо звучит но лучше дураку не показывать незаконченную технологию незаконченный проект соответственно мы вынуждены показывать дорогие друзья и почему-то жители Индии представители Индии индусы понимают почему чуть-чуть может быть не с таким минимальным шумом проехался юнибус потому что это начало ходовых испытаний им достаточно что он проехался они понимают что они идеально все отработают и именно продемонстрируют в начале в ходе тестовых испытаний на их уже экотехнопарки и что-то мне подсказывает вот эти миллиарда с лишним долларов которые у нас уже набрались в логике проектов Индии они будут увеличиваться очень и очень быстро и дай бог чтобы Далай-Лама также одобрил уже с религиозной точки зрения наш проект я думаю что неспроста Анатолий Эдуардович хотят сделать национальным героем Индии хотя об этом естественно Анатолий Эдуардович не просил но это будет абсолютно заслуженно и придет время дорогие друзья что те люди которые в 2014 году слушали вебинары Анатолия Эдуардовича я лично сейчас это как какое-то сокровище просто воспринимаю и сохранились и записи этих вебинаров и специального человека я нанимал чтобы он конспектировал и переводил именно в текстовый формат эти вебинары потому что таких вебинаров больше не повторится никогда Максим Анатолий Эдуардович будет уже говорить об эко-мире и что-то мне подсказывает дорогие друзья как и спикеров которые будут говорить об эко-мире так и уже управляющие компании которые будут создавать проекты основанные на идеологии и логике эко-мира так и подрядчиков и всех-всех нас кто является частью этого проекта слушать будет все больше и больше людей и просмотров на канале ютуб в социальных сетях будет наверное в сотне может быть в тысячи раз больше чем сейчас сейчас еще не начало дорогие друзья мы пришли к определенному логическому так скажем логической середине но экватор еще не пройден экватор я думаю что мы пройдем уже 1 июля когда продемонстрируем городской пассажирский транспорт в нескольких видах грузовой транспорт и соответственно юнибайк уже по привычной традиции пробежится но уже с минимальным шумом и соответственно пробежится на высоких скоростях поэтому строй skyway спасай планету и дай дорогу мир транснету мы объединяем мир объединять мир это наша работа и соответственно я рад и счастлив что мы все с вами развиваем проект 21 века и сегодня я думаю что вы все узнали что skyway это также сельское хозяйство 21 века дорогие друзья до скорых вебинаров всего в поднимаю поднимаю это 점и судья в Продолжение следует...